Мы на форуме в Казани. Дело в том, что раньше это было Казан Саммит, сейчас это форум Казань. Это теперь больше федеральная штука, нежели местное региональное мероприятие, и на нем достаточно много представителей государственной власти. Здесь обсуждаются вопросы халяля, вопросы исламской экономики, исламских финансов, также вопросы туризма и даже спорта между арабскими странами. И вот Российский Саламский мир, в который перерос этот форум из местного мероприятия, которое посвящено было халяльной еде, одежде, косметике и лайфстайлу. Это все переросло в большое мероприятие на стыке общества и государства, и вопросы, которые тут поднимаются, будут сразу же попадать в цель. Также на форуме всегда обсуждались вопросы лайфстайла и исламской экономики. И это очень круто, потому что вопросы исламской экономики, они не заканчиваются исламскими финансами. Или вопросы халяля, они не заканчиваются непосредственно производством продуктов питания. Это гораздо более широкий спектр. Для примера мы можем взять туристическую отрасль. Вот сейчас на ней присутствуют в том числе и рестораторы, и отельеры. И каждый из этих цепочек выстраивается в огромный, я бы даже выразился, нескончаемый клубок бизнес-связи и логистических цепочек. Только для ресторанов и гостиниц вам нужно непосредственно построить эти гостиницы и рестораны, обустроить номера и залы, подготовить кадры и донести до целевого потребителя. Ценность покупки этой услуги. Как говорил наш хороший, ныне покойный пионер халяль-туризма в Российской Федерации Эльдар Умярыч, одна только туристическая отрасль вмещает как минимум 150 сфер других бизнесов. Это все очень круто. Растут компетенции, также шеф-повара начинают конкурировать не просто в какой-то тематике своей, но еще и с халяльным подтекстом. Но было немного странного на сессии по халяль-туризму. Нам презентовали компетенции и модели, и так рассказывали о тематике, как о нечто новом. Хотя Казани, в целом Россия, сертификации, стандарты разработаны и уже давно устоялись. До этого мы были в Петербурге, и вот там с халялем большой напряг, хотя там очень много туристов из ближневосточных стран. И я думаю, что многие ребята испытывают проблемы с этим. В Казани же таких проблем особо нет. Поэтому мне кажется, Казань это такой лидер в исламской инфраструктуре, но также заявлен и Сбербанк, как лидер отрасли. И очень много вопросов сейчас и вообще взглядов опрощено Сбербанк, с какими продуктами они выйдут и выйдут ли новые банки с продуктами на рынок. Здесь очень интересные представительства Башкирской республики на выставке есть в залах. И они, собственно говоря, тоже занимаются продвижением. И есть информация о том, что исламские финансы будут больше представлены в Башкирии. Это тоже не может не радовать. Потому что за последние годы было много обсуждений законопроектов, поэтому я не мог не спросить об этом Мадину Калимулину. Когда же все-таки будет принят законопроект? На самом деле за последние недели, начиная с питерского форума, заканчивая рабочей группой ФЦБ, и сегодня на саммите уже неоднократно председателем комитета по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Максаком озвучила, что в июне в рамках еще весенней сессии планируется принятие этого законопроекта. Поэтому так, чтобы, как и запланировано, с июля, с 1 июля эксперимент запустился. Но я думаю, что раз уже неоднократно это звучало и на различных публичных площадках, и на всех этих практически дискуссиях представители и регулятора были, и других федеральных органов власти, я думаю, что это вполне реализуемо. Вопрос в том, что, скорее всего, какие-то моменты придется докручивать уже на этапе эксперимента. Например, тот же налоговый вопрос, другие аспекты. Но это работы нам еще хватает. Во время форума также прошла встреча экспертов РАИФ. Эксперты делились опытом, и в рамках непринужденного общения родилась инициатива. И по горячим следам на форуме была донесена до руководителей ЦБ депутатов и более широкого круга экспертов. Одно из предложений, которое сейчас было в том числе мной озвучено в ходе сессии, это реализация пилотов по применению принципов исламского финансирования на базе региональных корпораций развития, которые есть во всех, естественно, регионах, в том числе регионах участников законопроекта. Почему бы им в первую очередь, как тем организациям, которые работают непосредственно с малым и средним бизнесом, не помогать им развиваться, не финансировать их и не поддерживать их по принципам исламского финансирования? По сути, на наш взгляд, этому ничто не препятствует. И мы предложили, соответственно, такое делать при поддержке, при участии РАИФ на базе региональных площадок. Я думаю, будет прекрасно, если в ближайшее время разрешится этот вопрос. Мы с вами сможем увидеть достаточно большое количество компаний, которые хотят зайти на рынок исламского финансирования, партнерского финансирования. Потому что надо не забывать, что несмотря на то, что мы называем это исламской экономикой, она все-таки работает на базовых нормальных экономических правилах, когда есть люди, которые обладают капиталом, и активная часть общества, бизнеса или компаний, которые готовы использовать этот капитал. В последние годы было мало обсуждений халяльной отрасли, но, на мой взгляд, наметился некий застой. И из информационного потока тематика просто выпала. А исламские финансы, наоборот, вышли на первый план. Было на форуме немного заявленной информации об аккредитации халяль-сертификаторов. Но, на мой субъективный взгляд, все эти изменения, которые сейчас происходят при участии Роскачеству, идут по той же дороге, по которой шел рынок до этого. И нарратив тут довольно простой. У вас тут конфликты, мы большие и сильные, сейчас придем и все порешаем. Я бы предложил топам Роскачества все-таки прислушаться к потребителям халяльной продукции, а не продолжать властный нарратив в халяль-сертификации. Здесь присутствовали несколько регионов. Я вот вижу, сижу напротив республики Мариэл, республики Мордовия, Турецкой республики, Ульяновской области, республики Башкортостан, ну и непосредственно Татарстан. Мероприятие очень интересное, потому что оно трансформируется из чисто халяльного местного мероприятия в такой мост между Россией и Ближним Востоком. Казан достаточно сильно берет лидерство, я так понимаю, что Рустам Нургалевич Мениханов лично этому способствует, да, и прикладывает в этом силы. Я, ну, успехов ему могу только пожелать, потому что очень крутой формат, когда действительно большой бизнес и власть, и зарубежные партнеры могут встретиться и обсудить вопросы исламской экономики, которая очень важная для нашей страны, потому что у нас большое мусульманское население, и оно активно прирастает. У нас партнеры по СНГ, это в основном мусульманские страны, у нас партнеры сейчас наши, куда мы разворачиваемся, восточные ребята, это тоже мусульманские страны, мы должны прорабатывать грамотную инфраструктуру в нашей стране. А количество разных министерств, которые обсуждают исламскую экономику, в частности, туризма, спортивного туризма, спортивной инфраструктуры, халяльной, халяльную еду, халяльный туризм и исламские финансы, это потрясающе. Казань, по мне, так сильно поменялась. Это просто потрясающий город, очень чистый, с хорошей едой, но почему-то очень дорогой. Непонятно, откуда такие издержки в Казани, но видно, что компании из Татарстана заметно развиваются. Это видно со стороны, я думаю, это видно и внутри самого Татарстана, потому что часто мы можем посмотреть только что-то на отдалении. Я думаю, что это прекрасно. Завтра у меня запланирована одна встреча, беговая. Да, вот у нас с Зауром встретились за беговой встречей на полях саммита, потому что поговорить было невозможно, поэтому обсуждаем некие проекты. На связи, ребят. Продолжая нашу такую зрению спортивную традицию. Бегать после форума. Где проснулись, сами пробежали. Всего доброго, хорошего дня. Дальше мы поедем в Саудовскую Аравию и постараемся рассказать, что там интересного, нового, как страна открывается миру, в том числе для граждан Российской Федерации, для граждан СНГ. Я думаю, это будет очень полезно. Поэтому оставайтесь с нами. Салям. Спасибо.